здравствуйте дорогие друзья спасибо всем кто задает вопросы и кто на самом деле желает чтобы мы были с вами в этом контакте за ваше доверие спасибо вам хотя вопросы настолько разные и настолько бывают болезненные кричащие а с другой стороны пытливые но я попытаюсь может быть отвечать не настолько глубоко как хотелось бы потому что мы в рамках все-таки вопросов и ответов но в то же время чтобы у вас их оставалось меньше и первый вопрос он очень личный но я думаю что он актуален не только для того человека кто его задает мой муж часто в командировках последнее время он требует от меня секс по интернету я христианка имеет и мерзко и противно а он пугает знакомствами на стороне и просмотр в порно видео говорит что я должна отвечать на его запрос сказал найти мне на основании слова божьего ответ пожалуйста помогите я хотела бы наверное начать с того вообще что такое христианство я не знаю христианин ли муж но исходя из того что он спросит ответ на основании слова божьего то я хочу сказать что христианство это вообще другое мировоззрение взгляд сформированный не из низменных состояний а из высокого посыла это в принципе разные совершенно полюса и нет ничего общего между грехом и святостью между солнцем и тьмой это просто разные вещи и поэтому если мы рассматриваем и называем себя христианами не с замыленным пониманием этой сути послания а с тем что христос это святость и христиане последователи святости и это не значит что мы себя будем во всем строить а это значит что потребности другие и для этого я прочитаю некоторые вещи или некоторые места писания 1 иоанна 2 глава с 15 стиха не любите мира не того что в мире кто любит мир тут в том нет любви отчей ибо все что в мире похоть плоти похоть отчей и гордость житейская не есть от отца от отца но от мира сего и мир проходит и похоть его а исполняющий волю божью пребывает во век то есть когда люди живут под принципами этого мира и диктует им плоть ценности то это говорит о том как говорит апостол павел что если живете по плоти то умрете это идет речь не только о физической смерти а если духом умершляете дела плотские то живы будете и вот то что видится сегодня как бы общими фразами на самом деле здесь очень глубокий смысл потому что если человек раб своих потребностей а не владеет ими то в рабстве и останется раб не пребывает в доме вечно сын пребывает вечно и сын это тот кто являет природу отца а природа отца это природа света поэтому я желаю чтобы сейчас меня услышали многие мужчины потому что порнография это та природа которая закабаляет сознание формирует искаженное восприятие блуда разврата и искаженного восприятия партнера это то что не приносит почтение в партнерстве а наоборот унижение и то что вы сказали это ощущение мерзости это как раз и есть показатель очень яркий это не моя природа где мне надо жить а это то что мне противно и значит партнерство и на самом деле уважение в партнерстве когда мы слышим состояние сердца другого человека в данном случае я предлагаю со стороны жены молиться за своего мужа а со стороны мужчин задать вопрос богу господь где я дал место той природе которая вскормила во мне низменные чувства и то что богом дано оно на самом деле оно не низменное но надо ему давать правильное питание чтобы она развивалась и давала формировала отношение благородства если же формирует раб природу сейчас у раба и мнение человеческое вокруг считается сейчас нормой то что является на самом деле мерзостью в глазах неба то посмотри христианин ли ты это серьезный вопрос потому что его лучше задать сейчас потому что не просто так написано в откровении кто унаследует какую участь и там есть боязливые и пьяницы и блудники все в одной категории господь тот который нас не осуждает за грех а он предлагает нам осудить грех и отказаться от него иначе мы будем осуждены с грехом поэтому пока есть возможность лучше разобраться с этим и как можно качестве не до конца поняв причины которые тебя ведут как волна убой так алей олень на выстрел а пугать изменой но это говорит о том что во первых она уже есть тогда в сердце если человек вообще такие мысли пускает это говорит о том что он вообще рассматривает такой вариант это очень печально но на самом деле лучше прочитать тогда вторую главу книги притчи пятую главу книги притчи посмотреть о том куда приводит образ мышления такого человека и потому что такие люди которые оказываются на крючке у блуда зазваны в преисподние места и оттуда сами выбраться не могут господь сегодня предлагает другой путь христианство это образ мышления а значит образ жизни а не просто какое-то номинальное положение поэтому благословляю благословляю семьи в царстве божьем благословляю людей не быть номинальными христианами а быть людьми знающими принципы построения взаимоотношений и почтения бога и людей и себя возлюбить не эгоизмом а божьей любовью так чтобы так ты мог оценить и партнера благословение вам следующий вопрос мария здравствуйте как можно грамотно объяснить православному человеку что иконы и святые не помогают а только господь моя подруга православная но сомневающийся мы с ней по долгу по долгу ведем беседы и я и привела места писания она отвечает что много примеров что иконы мироточат спасают от пожара и много примеров таких есть этим ответом она меня поставила в тупик и я понимаю что иконы спасать не могут но как мне донести это людям не раз такой разговор у меня уже был мария да это очень типичные вопросы которые подобного рода сдают люди но я хочу сказать людям легче верить в суеверные моменты чем иметь настоящую веру потому что суеверие это то что дьявол подкидывает а не против чего он встает поэтому людям легче поверить что икона мироточат а видела ли ты сама это но с другой стороны когда мы говорим о чем говорит библия у меня есть основание у этой веры то вот здесь мне важно это основание строить а тут люди уже этого не особенно хотят делать поэтому если местописание не является авторитетным то тогда мнение людей всегда будут строить такую веру и она будет суеверной поэтому я сейчас просто приведу пару мест писания который говорит об идолах но здесь я хочу сделать небольшую такую пометочку что далеко не все православные люди говорят и так себя чувствуют что они молятся иконам они для себя имеют это как промежуточное звено что они молятся богу но икона им помогает получить состояние по крайней мере я слышала это от православных людей если это так но это так скажем возможность каждому определить как ему ходить самому либо что-то брать подпоркой но в данном случае я хочу прочитать если это становится идолом когда люди поклоняются иконам то тогда по отношению идолов есть местописание и я прочту их и сорок второй и сорок четвертой главы и сая долго молчал я терпел удерживался теперь буду кричать как рождающие буду разрушать и поглощать все а пустоши горы и холмы и всю траву их и сушу и реки сделаю островами и осушу озера и поведу слепых дорогою которую они не знали неизвестными путями буду вести их мрак сделаю светом перед ними и кривые пути прямыми вот что я сделаю для них и не оставлю их то есть здесь бог говорит о каком-то о состоянии своего сердца что я долго молчал хотя и кричать хотел что слепые идут не туда делают не то и дальше пояснение в чем слепота тогда обратятся вспять и великим стыдом покроется надеющиеся на идолов говорящие истуканом вы наши боги слушайте глухие смотрите слепые чтобы видеть кто так слеп как раб мой и глух как посланник мой посмотрите господь данном случае говорит люди которые называют себя моим именем люди которые считают меня своим богом а я их называю своим народом они слепы и глухи и не понимают что поклоняться идолам это то что мерзко в очах моих и бог какое-то время держался в стороне ожидая прозрения от людей как долго молчал но теперь будет иначе ты видел многое но не замечал и вот я хочу друзья с сегодня вместе обращаться к богу чтобы он открывал наши глаза а не думать что я все вижу правильно 44 глава похожий текст кто такой как я пусть он расскажет возвестит и в порядке представит мне все с того времени как я устроил народ древний или путь возвестят нас пусть возвестят наступающие будущее то есть бог сравнивать сейчас себя с каким-то идолом если это бог то пусть он возвести и будущее вот кто такой как я знаете ли вы но вот идолы которых вы делаете своими богами не бойтесь и не срошитесь не изданно не издавна ли я возвестил тебе и предсказал и вы мои свидетели делающие идолов все ничтожны и вожделений шей их не приносят никакой пользы и они сами себе свидетели в том они не видят и не разумеет и потому будут посрамлены кто сделал бога и вылил идола не приносящего никакой пользы все участвующие в этом будут постажены то есть вы знаете вот в этой главе очень много господь дальше говорит как он рассматривает в любое идолопоклонство любое дерево которое плотник посмотрите он даже кузнец делает из железа топор и работает на на уголях молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой своей до того что становится голоден и бессилен не пьет воды и изнемогает плотник выбрав дерево протягивает по нему линию отстраконечным орудием делает на нем очертания потом обделывает его резцом и округляет его и выдавливает из него образ человека выделывает образ человека красивого вида чтобы поставить его в доме он рубит себе кедры берет сосну и дуб который выбирает между деревьями в лесу садит ясень в дождь возвращает его и это служит человеку топливом часть из этого употребляет он на то чтобы ему было тепло и разводит огонь и печет хлеб и из того же дерево делает бога и поклоняется им посмотрите безумие но это же творение сотворенное богом на службу нам зачем этому поклоняться и любой талант человека даже нарисовать красивую картину поклоняться зачем есть бог таланта есть бог творец есть бог спаситель в лице иисуса христа пришедший к нам и потому зачем еще посредники когда есть один бог который дал нам себя познать в иисусе христе и сегодня духом святым живет в сердцах наших и более того если мы посмотрим на то как человек начинает полагаться на человека то есть на самого себя на свои усилия на то как кто красивее сделает кому и чему поклоняться по каким-то канонам на самом деле у еремии в 17 главе написано очень сири сильно я бы сказала серьезное слово так говорит господь проклят человек который надеется на человека и плоть делает своей опорой и у и которого сердце удаляется от господа тогда когда человека сердце удаляется от господа ему проще поклоняться идолу поклоняться иконе поклоняться картине потому что там не надо живых отношений при которых надо анализ надо покаяние надо взвешивание проще так сделал кому-то чего-то отдал свечку свечку поставил и ушел еще раз повторяю друзья я никого не хочу оскорбить их в их верование если твое сердце принадлежит богу и свеча тебе помогает сосредоточиться в молитве ставь свечу ну поклоняйся богу поклоняйся такому богу который поставил превыше всякого имени слова свое поклонение богу и знать его слова читать его и понимать вникать это одно и то же потому что господь говорит если ты любишь меня то возлюбишь мои заповеди мои слова и поэтому я хочу чтобы вы через это мы взвешивали свое сердце насколько там есть вера насколько там есть любовь и насколько к богу и насколько там есть взаимоотношения с ним вопрос от ирины мой брат умер давно и особой любви у меня к нему не было мы родились в один день и я старше его на час моему сыну 15 лет чем старше он тем больше он напоминает мне брата очень часто особенного во сне я называю своего сына именем брата до того как я пришла к богу я очень боялась что мой сын повторить судьбу моего брата брат был криминальным авторитетом и пол жизни провел в неволе мой ребенок тоже пользуется авторитетом у своих сверстников вы говорили что во сне мы настоящие почему своего сына я во сне и наяву зову именем брата меня это очень пугает мне уже сейчас приходится бороться за сына чтобы мир не забрал его я уверена что это духовная причина ирина причина духовная именно так ваше внутреннее отношение к брату даже если он уже не жив страхи они привлекают проблему определенная если была ненависть то это один уровень до взаимоотношений если просто вы не хотели с ним выстраивать выстраивать отношения и тоже говорите не хочу видеть но это тоже ненависть просто качество разное или состояние и так как вы с этим ничего не сделали оно осталось в вас оно в подсознании оно там в определенных библиотечных полках лежит и оно достается во время вашего сна поэтому здесь вам надо пройти путь прощения вашего брата и отпустить его из вашего сердца и не осуждать его за тот выбор который делал он не потому что тот выбор был правильным а потому что не вы судья вашему брату и сказать богу об этом господи я передаю тебе все свои мысли все свои чувства по отношению брата который уже нет и все что я судила в его судьбе все о чем я говорила чем я была недовольна чем вызваны страхи внутри меня теперь по отношению к своему сыну я приношу за это покаяние и отказываюсь от страха для этого я предлагаю вам посмотреть как простить глубже и до конца рубрику помощь для вас на сайте миссия свет христа по прощению пройти по страхам пройти занятия и отречься от них начиная благословлять сына своего на личное призвание и на то чтобы он прошел свою дорогу а не повторил через страх путь вашего брата потому что страх это также механизм работает как вера осуществление ожидаемого и уверенность невидимым вам не надо ожидать плохое для вашего сына начните записывать произносить и в молитве и в своих чувствах в адрес сына то что вы хотите видеть но сначала развяжите узел ваших отношений с братом несмотря на то что он уже не живет с вами в вашем сердце образ его остался в вашей памяти многое осталось надо развязать эти узлы и принести туда свет чтобы потом закрыть эту дверь для духовного влияния негативного влияния которое было на вашем брате оно там было и оно теперь переходит на вашего сына поэтому Господь да поможет вам Ирина с этим разобраться качественно здравствуйте недавно посмотрела фильм в сюжете фильма затрагивается тема эффект Манделлы в частности изменения в текстах с Библией священнослужитель приводит в пример стихи из Библии где не точный перевод и так далее можете ли вы прокомментировать данные изменения были ли они или есть и по возможности какое ваше личное отношение к фильму есть ссылка на фильм вы знаете я фильм не смотрела и смотреть не буду потому что для меня во-первых ценно очень время я смотрю то что меня созидает а не то что может каким-то образом шатать или я не боюсь мнений других людей но я не хочу на это тратить время потому что для меня слово Божье не в точности детали перевода а в сути там дух и жизнь и вот это для меня важно я принимаю хлеб идущий с небес в духе каждого слова написанного в Библии и поэтому если точности перевода в одном тексте так а в другом так суть его остается той которая мне важна и более того мы рассматриваем подлинник а если допустим сравниваем с подлинником то в подлиннике там не было изменений за всю историю человечества пока писалась Библия то есть ее писали досконально до точки до иоты так как она была написана от начала и переписывалась не внося туда искажений поэтому я хочу чтобы вы в свое сердце не пускали вот эти динамиты сомнений иначе это вас разрушит потому что авторитет слова он должен быть незыблем потому что оно Божье и если вы до сих пор не переживали личных откровений когда вы читаете Божье Слово тогда вас легко будет сбить если же Божье Слово к вашему сердцу уже говорило дайте ему продолжить это делать и вот в этом сила потому что знает тот кто получает а не тот кто просто исследует и какие-то сомнения подкидывает вам поэтому не рекомендую смотреть то что разрушает вашу веру и не тратьте на это время это слишком дорогой ресурс который заканчивается и нам надо его ценить и последний вопрос о детской самооценке я хотела спросить правильно ли ребенка отдавать в интернат бабушка болеет туберкулезом дети не хотят старшие в интернате а младшего хотят отправить в пятидневный садик ребенку годик жалко ребенка просто дети приходят домой агрессивными характер изменяется что делать вы знаете это проблема СОС с одной стороны но вы спрашиваете надо ли отдавать не надо надо создавать атмосферу при которой ребенок будет формироваться правильно и если вы имеете отношение к этому ребенку позаботьтесь чтобы атмосфера в которой он будет жить она была для него защитой и покровом потому что там где он будет отдан это будет его делать отверженным еще больше чем он отвержен уже сейчас и чем внутренне больше дискомфорта испытывает ребенок тем он больше неадекватен в поведении и поэтому многие пытаются поведение изменить ребенка у которого есть крик его сердце и души и он не знает как выразить свое сейчас состояние потому что слишком маленький вместо того чтобы атмосферу поменять и создать ему комфорт и принятие и поэтому в данном случае максимально насколько можно атмосферу для этого ребенка дать при которой он оттает а не отдать его в чьи-то руки чтобы потом впоследствии пожинать уже следующие горькие семена которые тоже вырастут поэтому да поможет вам Господь найти решение вопроса я не знаю социальных ваших взаимоотношений к этому ребенку кто вы для него и насколько вы можете убедить тех кто рядом с ним живет и общаться с этими же братьями потому что те кто вырос они сегодня уже плод отверженности имеют очень ярко раз отвергают уже такого младенца или хотят для него такой же картины поэтому благословение вас вам у Бога есть выход и это точно если вы к нему воззовете скажите боже как решить эту ситуацию чтобы не пострадал младенец он отец сирот и судья вдов и он одиноких вводит в дом они покорные остаются блуждать в знойной пустыне поэтому будьте покорны Божьему голосу и пусть ребенок найдет покров защиту и атмосферу при которой он сможет полноценно развиваться всего доброго благословений всем кто хочет найти для себя выход до свидания отец отец Субтитры создавал DimaTorzok